Новации для работников и работодателей. Изменения и дополнения в трудовой кодекс внесли в правительстве. Первый отпуск предлагают предоставлять через полгода, привлекать дистанционных работников, увеличить допустимое время сверхурочных работ. Над документом в течение двух лет работала межведомственная рабочая группа. Принятый в правительстве проект направит для обсуждения Верховный совет. Устаревшие нормы исключить. Новые понятия внести в трудовой кодекс решили специалисты. К примеру, есть предложение дать возможность работнику брать отпуск спустя 6 месяцев после трудоустройства. А не 11, как сейчас. А еще предлагают прописать в трудовом кодексе возможность работать сверхурочно 250 часов в год. Естественно, только по желанию сотрудника. Сейчас разрешено работать не более 120 часов и возможности подзаработать нет. Некоторые уезжают на заработки. Это дополнительная возможность заработать. При сбалансированном подходе есть возможность обеспечить полноценные условия труда и возможность работать, а значит и зарабатывать, быть востребованным и ценным для работодателя, внеся вот эти изменения в трудовой кодекс. В трудовом кодексе пропишут и право на неполный рабочий день. И впервые в документе появится понятие «дистанционный работник». Речь о сотруднике, который не привязан к рабочему месту. С одной стороны, трудовой кодекс должен способствовать развитию экономики, не должен тормозить развитие производства. С другой стороны, понятно, что должны быть защищены интересы трудящихся. И иногда эта грань настолько тонкая, что прежде чем принять то или иное решение о корректировке существующих норм, нужно как раз 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Именно поэтому, как долго шла работа, компромисс найден и мы можем рассчитывать на то, что баланс интересов здесь соблюдается. Проект закона в правительстве поддержали. Теперь его направят на рассмотрение Верховный Совет.